Всем привет! Первый урок начнем о том, как из среды Windows скачать образы Linux Mint Sonomo, какие для этого нужны программы, чем скачать, чем проверить и чем записать на флешку. Обычно можно скачать образ Linux Mint с официального сайта, вот оно, linuxmint.com. Можно скачать самый частый образ, который предлагается, это вот Linux Mint. Независимо от сборки, Linux Mint 17.0, там 1, 2, 3, там будет 5 или 9, без разницы, все они скачиваются и настраиваются по общим правилам. Между собой есть у них небольшие, скажем так, различия, но не столь важные, но причем все эти образы, начиная с 17.0 по 17.3, поддерживаются до 2019 года. Здесь, значит, есть линки на прямое скачивание для 64-битных машин, есть для 32-битных, и есть торренты для 32-битных и 64-битных машин. Значит, вот отсюда будем плясать. Первая программа, которая нам понадобится, это, значит, бесплатный менеджер закачек. Вот она так выглядит, значит, ну, казалось бы, все по-английски, ничего не понять, вот смотрите, взяли и скачали. Значит, ну, она у меня уже установлена, она же меня, как говорится, у меня, значит, и вроде бы как и будет там закачивать все эти дела. Скачали, поставили, ставится на элементарно, как все виндосовские программы. Затем вот в этой вкладочке, слева вторая, будет язык. Вот язык выберите русский, и без перезагрузки у вас вся менюшка появится на русском языке. Вот практически и все. Дальше проверить надо чем-то. Вот, допустим, я хочу посмотреть, где там он у меня засел. Образ скачанный. Вот, открыть папку. Вот у меня здесь вот этот образ сидит. Значит, в папке, значит, загрузок он сидит. Ну, и раз прекрасно. Значит, и плюс есть программа, при помощи которой, значит, его всегда можно будет проверить. Вначале были программы, значит, для графической проверки. Вот они, бесплатная программка. Тоже на английском. Ну, вам вот здесь вот надо только вот здесь вот нажать. Она установки не требует. Скачивается, как говорится, в лед. Буквально там весит 262 килобайта. Значит, и, ну, опять-таки, находится, вот она у нас, в папочке загрузок. Ну, папочку мы уже вроде бы как открывали. Вот она. Вот она. Вот берете ее. Прямо здесь можете вот в отдельную папочку разархивировать. Вот она. И вот запускается она безо всякого, как говорится, там, без всякой установки, безо всего. Сюда вставляете, значит, файл образа. Ну, вот у нас был, допустим, линуксовский файл. И она быстренько, быстренько, значит, начинает подсчитывать его контрольную сумму. В файле, который прилагается к образу, вы копируете контрольную сумму, вставляете ее вот сюда. И, значит, вот то, что получится, вот она выдала свою контрольную сумму, и которую вы вставили, нажимаете верифицировать, если все будет, выдаст сообщение. А если будет неправильно, то напишет, не совпадает. Вот и все. Значит, обычно, значит, я использую другие, значит, методы проверки, грубо говоря, зрительные. Они мне нравятся больше. Сейчас покажу. Виртуальная коробочка. Вот по ней кликаете, попадаете на веб-сайт. Поскольку вы на винде, вот, для Windows, идете сюда и скачиваете. Все так же ставится, как и обычная виндовсовская программа. Значит, вот она запускается вот так. Сюда, значит, подцепляете образ. Каким образом, значит, вот тут в настройках указываете вот так вот. Дисплей, значит, я обычно стараюсь вывести видеопамять по максимуму. И, значит, саму программку, значит, ну, вот я сейчас специально настройки все сброшу. Покажу. И саму программку вот здесь вот подключаете. Вот таким вот образом. У нас все это дело сидело в загрузках. Вот. Нажали на ОК. Запустили. И смотрите, там, загрузится у вас образ или не загрузится. Ну, сейчас посмотрим. Вроде бы как грузится. Ну, вот здесь вот все загрузилось. В принципе, мне больше, собственно говоря, ничего не нужно. Почему? Объясню. Потому что если образ грузится в виртуальную машину, то это, а с флешки, допустим, у вас не стартует, то это, как правило, процентов 95, что образ-то нормальный, а все дело у вас, как говорится, в неподходящей флешке. Бывают такие флешки, на которые просто вот не предназначены для того, чтобы на них писали изообразы. Вот. Или программа, при помощи которой вы, значит, пытались записать этот образ на флешку. Я долгие годы практически пользуюсь для сборок Минта. Я не беру другие эти самые операционные системы по типу PC Linux, там вообще чё знаю, чем он пишется. Вот, в частности, продукты линейки Linux, Debian и Ubuntu, прекрасно пишутся всего лишь одной программкой. Вот эта программка. Значит, сейчас покажу ее. Вот она. Тоже одна из для Linux, ну, такая, в куцом виде. А для Windows, значит, вот здесь нажимаете, скачиваете ее. Тоже она установки не требует, легко загружается. И вот я вам покажу тут парочку нюансиков, что там с ней делать. Когда вы ее скачаете, вот запустите. Согласитесь. Ну, вот я даже флешку, как говорится, возьму. Итак, вот галочку, чтобы показывала все драйвы. Ну, насколько я понимаю, почему только она там 2 гигабайта выдала. Непонятно. Ну, вот форматировать ее сделаем. Здесь указываем Mint. Идем, значит, у нас в загрузках сидел он. Вот здесь, значит, можно нажимать уже создавать. Вот посмотрите на этот ползунок. Он работает тоже только на Ubuntu. Или он работает на Mint, на Debian, правда, не пробовал. Если вот ползуночек сейчас стоит на нуле, вы запишите образ на флешку, вы с этой флешки можете уже устанавливать операционную систему на любой другой жесткий диск, на любой компьютер, ля-ля-ля-ля. Можете находиться в интернете с моими сборками, с настроенными, работать в интернете. Но сохранить ничего на этой флешечке вы ничего не сможете. А вот если вы сделаете вот кладовочку, она обычно зависит от размера флешки, но обычно от 2 до 4 гигабайт можно создавать. Вот это позволяет там на 2 гигабайт создать кладовочку. Ну, роль не играет. Кладовочку создали, значит, тогда небольшой документик там или там небольшой музыкальный файлик можете прямо на флешечке сохранять и носить с собой, подключаться к любому компьютеру и на нем работать. Так вот, режим, в котором флешка сохраняет изменения называется Persistent. А просто без сохранения флешка называется Live-режим. Вот и вся разница. Значит, дальше. Значит, программулина... Вот она. Программулина, значит, называется вот... RM. Скачать ее можно вот здесь. Покажу. Вот тут. Ну, где нажимать до загрузка, да? Вот идете вниз, и вот как только увидите словечко, вот она. Фул, полная версия. Ну, что там, 8 мегабайт. Скачайте полностью, ставьте полностью. Там и все языки она поддерживает и так далее. Ну, хорошая, нормальная программулина. Нажали у вас здесь вот. И, как говорится, она начнет у вас там загружаться. И будет вам, как говорится, счастье. Значит, дальше. Вот вы ее запустили. Вот она, флешку, у меня уже сразу определила. Но флешку мы только что отформатировали. Поэтому я сейчас покажу, как этой программкой тоже можно проверять на вскидку. Вот. Boot from IsoFile using QEMU emulator. То есть загрузиться с IsoFile, используя, значит, эмулятор. Вот этот IsoFile наш. Вот она предлагает просто соглашать и ступо. Сейчас она откинет на экранчик. Вот, меню загрузки. Нажали Enter. Одна-две строчки появились и достаточно. Не жду, чтобы она загрузилась. Это уже ясно, что процентов на 95, что все нормально. Таким же образом эта программа может проверять и флешки с записанными образами. Вот, смотрите, я вставил флешку, на которую, значит, у меня было кое-что записано. Вот этой кнопочкой проверяется даже без перезагрузки компьютера флешки. То есть вот вы записали образ на флешку. Пошли. Взяли, как говорится. И проверили, посмотрели, допустим, как он там работает. Вот эта программа поисковик операционных систем. Компьютер накрылся. Не загружается. Вот, нажали выявить любую операционную систему. Если хотя бы что-то он найдет. Ну, естественно, в режиме эмуляции он ничего не найдет. А так, если находит операционную систему, наводите на нее, значит, самую строку, нажимаете Enter, и он с нее в большинстве случаев грузится. Великолепная программа Улина. Итак, значит, вот первый урок, скажем так, по тому набору, каких программ необходимо иметь на Винде, для того, чтобы скачивать различные, значит, образы. Я, значит, считаю, сделал. То есть и какой программой скачивать, а можно и просто броузером. И чем, значит, проверять показал? И на виртуалке, и на вот этой чудненькой программу Линке. И чем записывать? Ну, про ини-бутин и руфус, просто по ссылкам кликнуть, и, как говорится, и все. И плюс показал, значит, откуда выбираем, значит, дистрибутивы, значит, Linux, Mint. Вот, если кто-то там пропустил, вот они. Раньше был Cinnamon, Mate и было XFCE, сейчас куда-то у них XFace пропало. Но, тем не менее, Cinnamon и Mate можно скачать, а это комьюнити, это общественное, скажем так, тут надо регистрироваться. Вот и все. Значит, это самый первый, скажем так, вводный урок. И хочу подчеркнуть, что вот набор вот этих инструментов, для того, чтобы, так сказать, успешно работать на Винзе, вам просто-напросто необходим. То есть, если вы хотите грамотно, значит, скачать, проверить и записать на флешку, то вот эти программки, значит, вам будут нужны. Все то же самое происходит точно по таким же этапам на Linux, только там используется другой менеджер закачек. Виртуальная коробочка там применяется, есть программы для подсчета контрольной суммы. Но обычно сейчас больше как-то люди пытаются вот на графическом, как говорится, на виртуальной коробочке все проверять, да и все. На Linux также имеются свои программы, при помощи которых можно записать образ на флешку. И UMI тоже есть для Linux, и UniBooten есть для Linux. Так что, я считаю, что сказал достаточно для того, чтобы вам было, значит, видно, что необходимо для того, чтобы с винды можно было нормально, как говорится, скачать там любой изообраз, проверить его и записать на флешку. Все, на этом я заканчиваю. Желаю вам всяческих успехов, всяческих удач и до следующего урока.